Здравствуйте, слушатели появляются, буквально минутку мы подождем. У нас сегодня практическое занятие, мы продолжаем говорить о тепловой обработке продуктов. Ну вот сегодня немножко о тепловой обработке мяса и мясопродуктов, в частности при производстве колбасных изделий. Сколько нас уже? Ну пока семь человек. Ну хорошо. Потом в конце занятия мне тоже скрины пришлите, я буду видеть, кто был, кого не был, ну и еще посмотрю тоже на вас. Так. Девять человек, но у вас по спискам больше, где-то примерно 20 человек должно быть. Сегодня топовцы, молочники завтра. Хорошо. И на следующей неделе тоже еще на лекции, на практических будет разговор о тепловой обработке, поскольку она все-таки является основной. И в системе общественного питания она, в конце концов, позволяет получить именно готовый продукт. Кулинарная готовность, готовность органолептическая, все в одном. Ну и в промышленности при переработке мяса, рыбы, молока, плодов и овощей, особенно если это консервное производство, то там без тепловой обработки никак не обойтись. Ну и потом мы уже привыкли, что приготовление пищи вообще, оно связано с тепловой обработкой. Что бы мы ни готовили, ну разве что, ну может быть салаты-маринады более холодное такое, ну и сейчас тоже есть теплые салаты. Итак, мы посмотрим тепловую обработку мяса, мясопродуктов. Ну вначале вот коротко я скажу о том, какие есть консервы. То есть это продукция стерилизованная в банках. У нас она есть в продаже. Правда, сам ассортимент, ну далеко не покрывает то, что в принципе есть. Мясные консервы – изделия, приготовленные из мяса и мясопродуктов. В сочетании, возможно, с другими продуктами, которые укупорены в герметичную тару, ну банки все вы видели, и подвергнутые тепловой обработке, полностью готовые к употреблению. Конечно, что-то надо разогреть, но это уже другой вопрос. Может быть, потребитель захочет наоборот холодное употреблять. Ну и мясные консервы можно добавлять в какие-то приготовляемые блюда, ну в качестве вот такой мясной добавки. Классифицируются мясные консервы по назначению для широкого потребления, ну для взрослых в основном потребителей, для детского и диетического питания. По режиму тепловой обработки стерилизованные, подавляющее большинство, и пастеризованные. Ну пастеризованные консервы обрабатывают при температуре менее 100 градусов, близко к нулю, но все-таки менее 100 градусов. Вот на предыдущем занятии мы там упоминали пастеризация, стерилизация, тиндализация была. Обычно это консервы из мяса, прошедшего, ну какую-то, скажем так, деликатесную обработку. Это может быть посол, это может быть посол и копчение, скажем. Это может быть сложный продукт, ну вот типа ветчины, когда на фоне мяса измельченного, ну какие-то еще кусочки, причем просоленные. Вот чтобы сохранить органолитику таких продуктов, их пастеризуют. Тиндализацию используют очень редко, ну поскольку немножко такой дорогостоящий способ, но в некоторых случаях и так. По способу приготовления есть консервы в собственном соку, вот это, собственно, тушенка, паштетные и фаршевые. Ну фаршевые, наверное, понятно, да, из мелких кусочков мяса, ну в зависимости еще, возможно, с какими-то добавками. Вот может быть добавлена крупа, может быть добавлены бобовые, в некоторых случаях еще делают фарш, ну скажем, колбасный, фарш закусочный. Вот тоже есть такие консервы, хотя у нас они, ну в общем-то, не часто. Ну и есть паштетные консервы. Паштеты тоже могут быть из мяса, ну или из мяса с какими-либо добавками. Могут быть паштеты печеночные и опять же может быть добавлена, ну скажем, мозговая ткань. Она очень жирная, нежная, мягкая, она хорошо сочетается. Паштетные консервы получают из мяса специальной подработки, специального измельчения. Паштеты пропускают через протирочные машины, ну и готовят еще, измельчая ткань на такой вот, как бы вам сказать, наждачной что ли поверхности. Вот, но она имеет тоже вот такой вот очень жесткий, мелко-мелко изрубленный, что ли, вот такую поверхность со множеством мелких каких-то включений. Вот получается, что не просто измельчается ткань, а разрываются волос на мясной ткани, мышечной ткани. Ну, если, допустим, там сердце добавлено, скажем, тоже же мышечная ткань, получается очень нежный продукт и паштетный продукт хорошо воду держит, сочный такой. По использованию есть закусочные консервы, есть обеденные консервы. По виду сырья консервы из мяса, из субпродуктов, ну, скажем, печень, сердце, из птицы, и там тоже может быть мясо птицы, и может быть из, ну, скажем, птичьих, опять же, печени, сердец, желудочек можно измельчать. Мясо растительные консервы, ну, у нас в основном это каша, да, в основном каша с мясом, но есть и просто мясо, скажем, с овощами, мясо в луковом маринаде, вот что-то еще, в принципе, изготавливается, правда, в небольших количествах. Ну, и, наконец, есть такая более старая, что ли, разновидности, салобобовые консервы. В общем-то, это были первые мясные консервы, которые в начале 19 века вырабатывались первыми консервными заводами, ну, тогда была Россия, да, даже еще не Советский Союз. Вот тогда, прежде всего, для нужд армии производили очень сытные бобовые консервы, ну, тогда в основном горох был, и заливали их топленым салом. Ну, тогда не было таких вот, ну, как бы уступок, что ли, для разных потребителей, предпочитающих, скажем, разные виды мяса, потребляющие разные виды сала. Да, вот тогда все это было вот таким образом. Консервы из мясоубойных животных вырабатывают тушеными, жареными, отварными, ну, есть еще из предварительно посоленного, скажем, мяса. Самые распространенные консервы тушеные, изготавливают их из говядины, свинины, баранины, конины, вот есть у нас тоже из мяса птицы, ну, и добавляют, ну, как бы, по минимуму соль, перец и лавровый лист. Из субпродуктов изготавливают консервы из языков, мозгов, ну, немножко так звучит, да, печени, сердца, почек и других субпродуктов предпочитают субпродукты мякотные, которые по своему строению, похоже, представляют собой именно мякотную мышечную ткань. Ну, в общем-то, и другие. Посмотрите, у нас довольно много разновидностей паштетов. Маленькие баночки в магазинах разных производителей, и есть наши, и есть зарубежные производители, вот, ну, там можете взять полюбопытствовать, из чего все-таки тот или иной паштет. Консервы из мяса домашней птицы, ну, в основном куриное мясо, мясо цыплят, да, молодняка, ну, вот сейчас стали появляться, у нас выращивают индеек, и из них тоже стали пытаться делать консервы. Ну, не все абсолютно однозначно, хотя, в общем-то, эти консервы существуют давно, но когда открывают новое производство, всегда надо это дело, ну, обкатать. Есть из водоплавающей птицы утки и гуси, но у нас не делают, поскольку нет выращивания массового. Ну, вот, в ассортименте рагу куриное в желе, рагу, потому что там и белое, и красное мясо, разные кусочки. Мясо цыплят в желе, курица в собственном соке, паштеты, вот это можно увидеть. Консервы мясорастительные выпускают с мясом с субпродуктами, жиром, крупами, овощами, макаронными изделиями. Тоже у нас есть каша с мясом, есть плов, посмотрите, ну, конечно, он уступает плову, который произведен, так сказать, специалистами в котле и прочее, прочее. Ну, тем не менее, такая вот замена уже имеется. Чечевица с мясом, фасоль с говядиной, вот это у нас есть, горох со свинным жиром. Ну, надо просто смотреть, кто что ест, кто потребляет данные продукты, что-то для себя можно выбрать. Иногда добавляют еще томатный соус или дробленые томаты. Получается, ну, особенно с фасолью, очень неплохая продукция. И консервы для детского питания. Для питания детей готовят консервы из высококачественного мелко измельченного сырья. Для детей с пяти месяцев допускается уже добавлять, ну, если это домашнее, то кусочки отварной говядины, дважды пропущенные через мясорубку. Ну, обычно туда подливают немножко бульона, чтобы было очень мягкое такое питание. А в промышленности готовят гомогенизированные консервы. Тоже можно посмотреть это для вот маленьких, у нас других и нет, в общем-то. Это гомогенизированные консервы, где мясо и добавки, другое сырье, они измельчены, ну, буквально до микрометров. Это очень хорошее питание, потому что ребенку нужны животные белки, нужны элементы крови где-то, нужны, скажем, железо, вот такое мясное, да, нужен кальций тоже. Поэтому, несмотря на, в общем-то, относительную дороговизну, приобретают мамаши и подкармливают ребят. Ну, это где-то после полугода, примерно так. Для более старших детей выпускают пюреобразные консервы, ну, они погрубее консистенции. Мясо-овощные супы, пюре, мясо-овощные и другие обеденные блюда. Но этих консервов у нас почти нет. У нас, к сожалению, нет собственного выпуска консервов мясных и рыбных для детей. Мы берем российскую продукцию, но иногда можно что-то еще найти. Тепловая обработка мяса и мясопродуктов осуществляется с целью доведения продукта до состояния кулинарной готовности. Ну, это понятно, да, мы всегда говорим, после тепловой обработки продукты получают кулинарную готовность. Уничтожение вегетативных форм микроорганизмов и повышение стойкости продукта в процессе хранения. Ну, здесь надо сказать, что в зависимости от вида тепловой обработки уничтожаются вегетативные формы, а после стерилизации, допустим, вот именно при производстве консервов, там уничтожаются и споровые формы. И продукция это способна к длительному хранению, ну, соответственно, при соблюдении режимов хранения. В фиксировании структуры мясопродуктов, ну, действительно, после тепловой обработки создается определенная структура, и она потом сохраняется уже в готовом продукте. Ну, и, наконец, что, конечно, очень важно и для потребителей самого разного уровня на первом плане будет стоять, это придание продукту требуемых органолептических качеств. Внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, вот все это тоже формируется в процессе тепловой обработки. А тепловая обработка мяса и мясопродуктов вызывает в них структурные, физико-химические и другие изменения, глубина которых зависит прежде всего от температуры. Ну, вот нагрев мышечной ткани в течение 45 минут при 50 только градусах вызывает небольшие выделения мясного сока, который имеет еще мутный и вязкий вид, и при этом розовая окраска мяса сохраняется. Ну, вот когда мы варим бульон, скажем, то в начале это заметно, в начале, ну, может быть, в течение первых там 20-ти получаса, потому что там не выдерживается при 50 минутах, а температура все время повышается до температуры кипения, да. Правда, в толще мяса температура будет ниже. Постепенно, вот к концу уже варки, скажем, бульона, мяса для получения бульона, да, вот это же, наверное, 2-2,5 до 3 часов в зависимости, какое мясо, какой кусок, сколько вы там бульона варите, вот если, допустим, костная часть еще, вот то где-то вот первые полчаса вот такая картина может наблюдаться. Сокращение объема мускула почти не происходит. Он продолжает оставаться мягким, но некоторые уплотнения его различны. При нагревании уже при 60 градусах розовая окраска мяса исчезает, если только мы не предпринимаем какие-то усилия, чтобы сохранить. А вообще мясо вареное, ну, в обычном, да, оно каких-то коричневатых, серых тонов, и это нормально. Объем мускула несколько сокращается. Количество сока небольшое, и в нем есть скоагулированные частицы. Вот мы говорим, идет пена, да, пену мы собираем, ну, и где-то там удаляем. И на одно время было такое, ну, что пену можно сохранять, добавлять ее в котлетную массу, где-то там делать какую-то заливку, соус с использованием пены. Ну, потом все-таки согласились, что в пене, кроме всего прочего, много каких-то добавок, каких-то мелких частиц, загрязнений, поэтому не следует это делать. Мышечная ткань становится плотнее, и объем мускула, особенно когда уже до 90 градусов идет температура, очень сильно сокращается. Мясо уваривается, уваривается практически наполовину за счет выхода мясного сока, ну, немножко вот отход какой-то идет, но зато коагулированный белок потом хорошо потребляется организмом, когда хорошо проварим, оно опять мягкое, и будет, ну, в общем-то, нужный вариант. Выделяется сок, но дальше сок уже выделяется прозрачный. И тоже можно, вот, сняв пену с бульона, ну, немножко понаблюдать, если, конечно, есть желание. Видно, что из кусков мяса, вот особенно крупных, идет вот это выделение уже прозрачного сока. Мышечная ткань становится более плотной и жесткой, но потом, когда мы готовим нужное время, она опять, ну, как бы мясо проваривается, становится более мягким. При производстве колбасных изделий, вот здесь есть тепловая обработка, которая в других технологиях не используется. При производстве колбасных изделий, сосисок, сарделек, это вареные, да, только мелкие, вареных и полукопченых колбас, тепловая обработка начинается с обжарки. Чтобы колбаса смотрелась красиво, привлекательно, вот вначале ее обжаривают. Но в данном случае термин обжарки – это не то, что мы обычно воспринимаем, когда обрабатываем продукты, ну, овощи какие-то там, продукты из теста, вот именно в растительном масле. Здесь не так. Обжарка – это посредством горячее копчение, обработка колбасных изделий горячей дымно-воздушной смесью с температурой, ну, вначале от 50 до 120 градусов. И время обработки, ну, где-то 25-30 минут, если это колбасные изделия, а особенно мелкие сосиски, сардельки. Ну, некоторые виды шпикачек тоже обрабатывают, хотя не все. И обрабатывают именно мясные колбасы. Колбасы ливерные не обрабатывают. Ну, и вот в течение где-то от 30 минут до 3 часов в зависимости от диаметра батонов. Ну, вот этот вот цилиндр у колбасы называется батон. Особенно, когда, опять же, колбаса вареная, она достаточно объемная такая по диаметру, большая. Вот эти батоны обрабатывают. При этом процесс осуществляется, ну, примерно в два этапа. Первый этап – это подсушивание оболочки при вот этих 50-60 градусах. Оболочка подсушивается, плотно облегает батон. Вот внутри уже этот фарш приготовленный, да. Вот получается, ну, именно привлекательный вид, когда единый продукт. А вот второй этап – это, собственно, обжарка уже при максимальных температурах. Ну, вот до 120 градусов, да, где-то 110-120. И подачу дыма, нагрев вот этой дымно-воздушной смеси, тоже, конечно, регулирует. Обычно вот у камер для обжарки внизу находится, ну, так называемая топка. А под верхняя часть камеры для получения дыма, топочной камеры, и, соответственно, нижняя часть в самой вот этой камере, куда подвешиваются или каким-то образом другим помещаются колбасные изделия. Вот он, ну, как вот в старых печках, он такой перфорированный, да, не колосники, но перфорация есть, то есть дырочки, отверстия. Вот внизу получают этот дым, обычно используются опилки, опилки лиственных деревьев. Ну, в некоторых случаях добавляют, скажем, можжевельника немножко, чтобы дым был ароматный, но не горький. Хвойные деревья дают горький дым из-за содержания смолы. Поэтому вот таким вот образом. Ну, и подается определенное количество воздуха, получается вот эта дымно-воздушная смесь. И окончание процесса обжарки оценивают по достижению температуры. В центре батона должно быть до 45 градусов, для изделий малого диаметра, и где-то до 35 для мясопродуктов широкой оболочки. Пусть эти температуры не покажутся вам малыми, поскольку колбаса-то вареная, ее потом-то варят, ну или полукопченая, ее еще коптят. Именно вот так. Поэтому получается, ну, как бы полная кулинарная готовность. В процессе обжарки происходит ряд физико-химических изменений. Ну, первое – это частичное развитие генерационных, коагуляционных процессов в белках. То есть вот именно белки, ну, как бы, генатурируют, подсыхают, приобретают определенную степень кулинарной готовности. Ну, и оболочка взаимодействует с самим коптильным дымом, что вызывает дубление, а при дублении приобретается окраска, ну, вот эта розовая, золотистая, красного цвета, повышается прочность, снижается гигроскопичность. Нам же эту колбасу хранить в дальнейшем еще. Вот, получается, вот эти вот моменты. Продукт становится более привлекательным по внешнему виду, особенно вот эта оболочка, плотность, и устойчивым к действию микроорганизмов. Ну, если какая-то белковая, в том числе искусственная оболочка, то вот таким образом, если же оболочка натуральная, кишечная, она как бы проваривается, коптится немножко, и получает приятный специфический запах. По достижении температуры ускоряется распад нитрита, и активизируется реакция цветообразования. Ну, мы привыкли с вами, что колбаса вареная, полукопченая, она на срезе розовая. Если не сделать этого, она на срезе будет серая. Ну, если серая колбаса, скажем, печеночная, для нас это привычно. А обычная мясная колбаса должна быть розовой, да, ну, в оттенках каких-то. Для сохранения цвета мяса добавляют вот эту добавку, нитрит, нитрит натрия обычно. Вот, считается, что добавка небезопасна, но добавляют ее строго определенное количество. Вот, и пока, ну, вот такого дешевого общего метода пока не найдено. В любом случае, какое-то количество нитрита добавляется. Еще есть добавки, есть различные посольные смеси, вот мясо обрабатывается, но для того, чтобы получился все-таки нужный эффект, нужен вот этот вот химическое соединение. Когда говорят о его безопасности или опасности, обычно говорят об опасности, ну, она, во-первых, ограничена. Во-вторых, нитриты у нас с вами в организме образуются. Ну, а здесь это вот пока такая дань нашим привычкам. Активизируется реакция цвета образования, и получается, что мясо вареное колбасы не сыроватая, не коричневая, а все-таки розовая, но в разных оттенках. Если мы попытаемся просто красить чем-то колбасу, то есть красить мясной фарш, у нас ничего не получится. Ну, какие-то подкрашивающие можно добавить, но окраска, в общем-то, если мы используем натуральные и допустимые красящие вещества, в данном случае окраска будет теряться, потому что многослойная обработка идет, действие соли, действие, скажем, еще пряности, поэтому сохранить окраску, придать вот такую привычную окраску пока можно только с помощью нитрита. Аналогичный эффект может быть достигнут при бездымном нагреве, то есть просто горячим воздухом. Но для того, чтобы был аромат копчения, используют коптильные жидкости в качестве ароматизаторов. В процессе обжаривания испаряется слабосвязанная влага, поэтому сосиски, вареные колбасы, полукопченые колбасы, они теряют какое-то количество влаги, фарш уплотняется, но это, ну, скажем так, законные потери, да, вот смотрите, тут 4-7-7%, даже 10-12%, потом, если мы теряем влагу, то уплотняются и как бы увеличиваются в проценте пищевые вещества. Повышение температуры будет увеличивать скорость испарения. В процессе обжарки большое значение имеет относительная влажность воздуха вот самой воздушно-дымовой смеси. Поэтому тоже стараются поддерживать ее на нижнем, на определенном уровне, чтобы сохранялась, в общем-то, эластичность продукта и в то же время сверху он был подсушен. Да что же такое. После обжарки проводят варку. Раз у нас колбаса вареная или полукопченая, там тоже в процессе должна быть достигнута вот именно определенная температура, кулинарная готовность, поэтому в технологической схеме производства полукопчаных колбас тоже присутствует варка. Цель варки доведение продукта до состояния кулинарной готовности. Вот только что я сказала, что при обжаривании да, есть температура, есть время, но полной кулинарной готовности не достигается, поэтому еще варят. В варке тоже есть ряд изменений. Это денатурация белковых веществ, это сваривание и дезагрегация коллагена, ну коллаген у нас в соединительной ткани, да, но для колбас не используется полностью ткань только мышечная, там прелези коллагена в соединительной ткани тоже будет. Коллаген под действием тепла вот в процессе варки, он переходит как бы в растворимую форму и смягчает весь вот этот объем колбасного изделия. Изменяются структурно-механические свойства, появляется вот эта вот упругость, некоторая ну резиноподобность что ли. Формируются определенные органолитические показатели, вот это теперь уже колбаса, да, вареная или же полукопченая. Изменяется состояние свойства жиров, ну что-то подтапливается, немножко окисление идет, ну и конечно, что очень важно, идет инактивация вегетативных форм микроорганизмов. При варке по поверхности продукта очень высокая температура, ну близкая вот к температуре кипения, потому что варят в воде и добавляют туда постоянно определенное количество пара. А вот внутри колбасной оболочки, вот сам фарш, там температура достигается ниже 90 градусов, ну в общем-то может быть даже к 70 градусам ближе, поэтому споровые формы не уничтожаются, они только ну как бы ослабляются, а вот вегетативные формы микроорганизмов, они уничтожаются при такой обработке полностью. При термоденатурации изменяется растворимость, степень гидротации, уровень эмульгирующей способности белков, характер связи, соотношение гидрофильных и гидрофобных блюд и образуется каркас изделия с выраженными упруго эластичными свойствами. Вот теперь это уже колбаса. А глубина этих изменений зависит от температуры продукта и длительности нагрева. Мягкие режимы обработки. Вот смотрите, температура греющей среды 75-80 градусов. То есть та вода, в которой варят, она если и кипит, то очень медленно, особенно в начале. Обеспечивается более высокий выход готовой продукции, но она как бы не уваривается. Лучшая сочность и нежность изделий, но это вызывает удлинение самого процесса тепловой обработки. Поэтому, чтобы ускорить тепловую обработку, но получить при этом нужный эффект, часто используют ступенчатые режимы тепловой обработки. На первой стадии производят кратковременный нагрев при высокой температуре, 100 градусов и может быть немножко выше, потому что получается там не чистая вода, а такое раствор. Вначале образуется поверхностный генатурированный слой с низкой водопроницаемостью. Он такой защитный, более плотный. На второй стадии нагрев осуществляет приумеренной температуре, где-то в пределах 60 градусов, несколько выше. с целью обеспечения медленной коагуляции фибриллярных белков и выравнивания температуры по всему объему. Фибриллярные белки это именно белки мышечной ткани, вытянутые длинные клетки, связанные в пучки. Ну и наконец на третьей стадии нагрев колбасных изделий осуществляют опять при более повышенной температуре 80-85 градусов для завершения процессов коагуляции саркоплазматических белков, доведения продукта до кулинарной готовности и уничтожения вегетативной микрофлоры. При нагреве продукта в течение 5-10 минут отмирают до 99% начального количества микроорганизмов. Оставшаяся микрофлора на 90% представлена споровыми формами, они более устойчивы для воздействия тепла. Ну я сразу скажу, поэтому колбасные изделия, ну во-первых, они не относятся к изделиям длительного хранения. Где-то в идеале, скажем так, колбасные изделия должны потребляться, вот если они не замораживаются, еще как-то не консервируются, ну примерно в течение трех, максимум пяти дней. Если же мы замораживаем, что вполне допустимо, вот домой принесли, заморозили, потом частями, ну скажем, сосиски достаем, начинаем пользоваться. Можно и потом колбасы порезать на куски, завернуть, скажем, ну небольшие, там упаковка сейчас есть, и металлическая фольга, да, вот и потом частично доставать и размораживать, и можно будет использовать, не боясь вот этой микробиологической порчи. Ну и вот это еще мы отметим, поскольку время уже сказали нам ограничено. Нагревание мяса сопровождается умечтением массы за счет отделения воды, части жира и азотистых соединений. Отделяющиеся питательные вещества переходят в бульон, его обычно используют на пищевые цели. Ну действительно мясной бульон, особенно если он мясной или мясокосный, ну наверное никто выливать не будет. На нем можно приготовить, ну если не супы, скажем, то какие-то подливы, еще что-то уварить его можно сделать, на пищевые цели использовать. И при жарении мяса жир и азотистые вещества, ну они утрачиваются, если только мы опять же не используем вот тот жир, в котором мы жарили. Ну что касается потери других веществ, которые уходят с мясным соком в бульоны, то там конечно и минеральные вещества, и частично витамины, поэтому происходит некоторое снижение биологической ценности вареных мясных изделий. Но надо понимать, что мы не требуем от вареного мяса, от обычных изделий из вареного мяса высокого содержания минеральных веществ и витаминов. Минеральные вещества теряются в небольшом объеме, а витамины они испытывают как бы двойной гнет самой вот этой высокой температуры. И то, что они извлекаются в бульон, ну или может быть в жир, водорастворимые жирорастворимые витамины потери могут достигать 50%. Ну при необходимости, скажем, детское питание все обязательно обогащают. И минеральные вещества добавляют, и витамины добавляют. Поэтому тут может быть разный вариант. Дальше у нас еще здесь вот есть разные сведения о пищевой обработке. Но для начала мы ограничимся. Общепитываться немножко будут изучать еще, когда пойдет технология, там есть еще такой предмет физико-химические изменения при кулинарной обработке. Там что-то еще дополнительно будет сказано. Ну а здесь я заканчиваю, раз меня предупредили, останавливаю демонстрацию. Вот я немножко на вас посмотрю. Ускена Вардельская, Мусин, так, не раз, Абдулин, Левогьев, так, ну хорошо. Но все-таки старосты, пожалуйста, мне пришлите фамилии присутствующих. Так, все, на сегодня до свидания. мусин. Продолжение следует...